Всем привет! Меня зовут Даша. Я в гостях у своих родителей. Сегодня я уже улетаю домой в Петербург. Я в Новосибирске. Если вы ещё не смотрели видео о плюсах и минусах жизни в Новосибирске, которое я сняла со своей мамой, переходите по ссылке в углу экрана. А сегодня я расскажу о крутых вещах, о сокровищах, которые есть в квартире моих родителей. Во-первых, что такое сокровище? Ну, для меня это какая-то ценная вещь. И это не значит, что эта вещь стоит дорого. Ценность этой вещи в воспоминаниях, которые с ней связаны. И лот номер один. Первая вещь, о которой я расскажу, находится прямо за моей спиной. Это стенка для гостиной. Мы с мамой пытались вспомнить, сколько ей лет. Моя мама сказала, что эта стенка старше меня. Что это такое? Это несколько шкафов. Они сейчас стоят вот так, но их можно поставить в любом порядке. Это называется бар. Открывается вот так. Но моя любимая часть вот здесь. Это стеллаж для книг. И у моих родителей достаточно большая коллекция книг. Они стоят в несколько рядов. И также есть книги, которые спрятаны в полках ниже. Здесь есть собрание сочинений Антона Павловича Чехова, собрание сочинений Константина Симонова, Александр Дюма, Сергей Есенин, конечно же, Лев Толстой и Фёдор Михайлович Достоевский. В основном эти книги были напечатаны ещё в советское время. Россия до сих пор остаётся одной из самых читающих стран в мире. Мы эти книги храним, и родители иногда их перечитывают. Мне интересно, напишите в комментариях, есть ли у вас собрание сочинений каких-нибудь писателей. Здесь стоит посуда. Конечно же, посуда, которой мы пользуемся. Но в основном это праздничная посуда. Например, бокалы, кофейный набор. Мне очень нравится вот этот графин для компотов, для соков. Я забрала его у бабушки, и хочу отвезти к себе в Петербург. Это очень красивый набор. И ниже стоят салатницы. Красивые хрустальные салатницы. Кофейный сервиз, по-моему, подарили мне, когда я была ещё совсем маленькой. Ниже также коллекция книг. Книги, которые покупали мне или моему брату. Например, книги о животных, книги художественных музеев, разные энциклопедии и книги с фотографиями. Да, кстати, пока я не ушла из этой комнаты, вот ещё одна классная вещь. Она, конечно, сюда совершенно не подходит по дизайну, но мои родители хотели положить какой-нибудь ковёр на пол, и взяли этот ковёр у бабушки. В детстве, когда он висел у моей бабушки на стене, он меня всегда пугал, особенно по вечерам. Мне казалось, что на меня смотрит огромный глаз. Я пришла в другую комнату. Это комната, в которой мы росли с моим братом. Мы делили эту комнату. Квартира двухкомнатная, места было не очень много, но здесь тоже остались интересные вещи. Например, вот эти фотографии я привезла из своей первой поездки в США. Я купила их в Нью-Йорке. Мне было 20 лет, и это была моя первая заграничная поездка без родителей, но с друзьями, поэтому было не так страшно. Расскажу вам о нескольких вещах, которые я нашла, которые также напоминают мне о детстве или о ком-то из родственников. Первая вещь — это игрушка с кучей значков. Значки собирала я, и в них нет ничего особенного. Это значки из путешествий, из разных поездок. Например, моя поездка на Байкал, и также моя поездка в США. Я там побывала в музее Титаника в Лас-Вегасе. Также несколько значков, которые я купила, пока жила на Кейпкоде в Провинстауне. Это с моей первой работой компания Параллелс. Это марки, которые собирал мой брат. И это, конечно, бесценные вещи. Они очень крутые. Это разные марки советского времени с животными, растениями, городами. Очень красивые. Мне интересно, занимаетесь ли вы коллекционированием? И если да, то что вы коллекционируете? Напишите, пожалуйста. Это разные почётные грамоты, которые получал мой дедушка. Его, к сожалению, уже нет в живых. Эти грамоты вручались в советское время почётным работникам. Например, здесь написано «Награждается Юрий за достигнутые успехи в социалистическом соревновании в честь 72-й годовщины Великого Октября». И таких грамот у моего дедушки было очень много. И везде, смотрите, фотографии Владимира Ильича Ленина. Выбрасывать мы это не хотим. Это память, показатель того, что мой дедушка был хорошим работником, и его труды ценили. Здесь, например, написано «Почётная грамота выдана шофёру автоколонны номер два за высокие производственные показатели, достигнутые в социалистическом соревновании в 1969 году». Вот смотрите ещё какая. Написано «Курсом созидания, курсом ускорения. Перестройка, решающая условия продвижения вперёд, прямое продолжение дела октября». Почётная грамота. Такой дизайн. Такая почётная грамота. Грамота выдана на соревнованиях, приуроченных ко Дню строителя. В каком году? В 1966. Когда я готовилась к этому видео, я нашла несколько выпускных альбомов. Так как я училась в школе до девятого класса, а потом ушла в технический лицей, у меня два альбома. Я не буду показывать фотографии, своих одноклассников, но покажу несколько своих фотографий. Вот так я выглядела в третьем классе. Получается, мне было 9 или 10 лет. В первом классе я училась, когда мне было 7 лет. Вот такая фотография есть. Делали такие стилизованные съёмки. Пишу поздравления своей маме в честь 8 марта. Забавное фото. Здесь мне 10 лет. Я нашла фотографии из художественной школы, фотографии из детского лагеря, в котором я отдыхала с подругой, и фотографии со своими одноклассниками в школе. И второй альбом — это выпускной альбом лицея НГТУ, технического лицея, в котором я училась. В нашем классе было 26 человек, всего три девушки. Это физико-математический класс. Здесь учителя, и вот я посерединке. Мне интересно, о каких сокровищах своего дома, своей семьи можете рассказать вы. Если есть чем поделиться, обязательно пишите в комментариях. Транскрипции к моим видео и подкастам можно скачать на Патреоне, ссылка в описании. И благодарю всех своих патронов за поддержку. Увидимся в следующем видео. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok